Итак, распутываем клубок эмоций. Кто может вспомнить, о чем говорил вчера брат Виталик? Давайте так, чтобы конкретнее. Про эмоции спасибо. Он говорил про Библию, про эмоции такие правильные, стандартные ответы. Пальцем в небо, но не промахнешься. Какие функции имеют эмоции? Кто помнит? Четыре функции брат Виталик назвал. Четыре функции эмоций. Мы все их чувствуем, мы все переживаем. Даже те из нас, которые говорят, что я не эмоциональный человек, просто может быть ситуации-то не было, где ваши эмоции все-таки вылезли наружу. Как Сбержин однажды сказал, такому человеку просто нам достаточно сильно надо бы наступить, и тогда все эмоции появятся очень, ну, ясно их будет видно. То есть даже если мы себя считаем не особо эмоциональными людьми, и вправду есть темперамент, который менее эмоциональный, более ровный, есть разные темпераменты, но все переживаем эмоции. Какие четыре функции имеют эмоции? Это причины, да, эмоции могут происходить по физическим причинам. Индикатор, это один, спасибо. Помните, Виталик говорил, это индикатор, а не навигатор. Индикатор, а не навигатор. Они показывают, но не направляют. Мы сегодня об этом чуть больше будем говорить. Какая еще есть, какие еще есть функции эмоций? Сподвигают. Сподвигают. Сподвигают к действию, спасибо, правильно, да. Это как мотивирует нас на поступки. Короткие эмоции. Еще раз снять. Короткие эмоции. Короткие эмоции. Или длинные эмоции. Ну, есть, да, есть люди, которые быстро чувствуют или сразу. Но это не функция, это, конечно, описание эмоций. Спасибо за участие, правда. Еще. Индикатор. Мотиватор. Указываем на что мы ценируем. Ну, это как бы как индикатор, на что мы ценируем. Эмоции указывают на истинные ценности нашего сердца. Если вы не знаете, что для вас на самом деле ценно, вот то, о чем мы сегодня будем говорить, посмотрите, на что вы реагируете и как вы реагируете. И на что вы сильнее всего эмоционально реагируете, это покажет вам самим, что для вас на самом деле ценно. На самом деле. И что вы говорите, а что является истинной ценностью вашей жизни. Еще какие есть функции. Важная функция. Эмоции выстраивают отношения. Эмоции выстраивают отношения между людьми. Плачьте с плачущими, радуйтесь с радующимися. Невозможно выстраивать отношения, если два человека сошлись, и они никогда вообще друг друга никаких эмоций не проявляют. Они не сострадают, они не сочувствуют, они не сорадуются друг с другом. Не будет близости. Сегодня с утра Гена, брат, говорил об этом на молитве на утреннем, что с Богом прежде всего мы так строим отношения, но и с друг другом так же, проявляя эмоции. И последняя функция эмоций, они направляют к Богу, спасибо. Эмоции направляют нас к Богу, и Бог дал нам эту способность чувствовать, чтобы мы, пользуясь чувствами, как индикатором, где у нас что-то неправильно, пользуясь чувствами, как мотиватором, чтобы двигаться к Богу, прежде всего, и самое главное, приходили к Нему и прославляли Его, и строили близкие отношения с Ним, и сливая свое сердце перед Богом, делясь своими радостями, своими переживаниями и так далее. Это функции эмоций. Эмоции – это не просто так, это не что-то побочное, это то, что непосредственно работает в нашей жизни, несет вот эти вот функции. Что же делать с нашими эмоциями? Это сегодня моя задача – поговорить, что конкретно делать с эмоциями. Как поступать и как на них реагировать, потому что, с одной стороны, вроде как, эмоции невозможно контролировать, а с другой стороны, их нужно контролировать, а что, если их нету и так далее, и так далее. Вообще, есть две крайности. Перед тем, как мы поговорим, к чему Библия нас призывает, давайте посмотрим, какие есть крайности. Причем две противоположные крайности. Знаете, однажды Льюис сказал, что дьявол всегда преподает ересь в двух крайностях. Человек, боясь одной ереси, одной крайности, обязательно может впасть в другую. И часто вот в истории церкви, в истории христианства, это видно, появляется одна ересь, и в противовес ей появляется другая ересь, которая тоже является крайностью, и тоже ошибочной, и тоже пропускает, пролетает мимо истины. И то же самое по отношению к чувствам. Первая крайность – это чувственность, или эмоциональность, или где чувства выходят на первый уровень, где чувства являются самым главным элементом того, кем мы с вами являемся. Это очень сильно развито в нашем обществе, где мы сейчас живем, в западном обществе. В Америке, ну и в Европе, наверное, тоже в западном обществе, в общем говоря. Чувства стоят на первом месте. Почему, когда дети играют в спорт, боятся дать одной команде трофей победителя, а другой ничего не дать? Боятся задеть чувства, боятся оскорбить ребенка, что у него будут задеты чувства, он себя будет чувствовать не таким, может быть, полноценным, что ему не дали приз, поэтому все победители, даже проигравшие, остаются победителями. Это проявление вот этой вот эмоциональности, где чувственность или чувства стоят на первом плане. Почему часто очень говорят, главное найти себя, главное вот как это, аутентичность иметь, да, аутентиц или самовыражение, главное себя проявить, найти себя. Вот кем ты себя чувствуешь внутри, тем ты и являешься на самом деле. Так говорят в обществе, в котором мы находимся, в котором мы живем. И, к сожалению, конечно, невозможно этого избежать, где-то оно начинает и на нас влиять, где-то мы начинаем так же вот эти вот мысли принимать, и может быть мы их немножко по-другому выражаем, но они влияют на нас, мы точно так же начинаем воспринимать наши чувства, мы начинаем воспринимать наши эмоции таким образом, что это самое главное, что есть обо мне, это определяет меня как человека, и если вы не дадите мне выразить свои эмоции, то вы ущемляете мои, как бы такие вот самые права человеческие. Спусти пар, вот у тебя накопилось, пойди спусти пар, выпусти эту эмоцию наружу, это будет лучше, это будет правильнее. Такие вещи мы слышим в обществе, но, к сожалению, мы то же самое, похожее, находим в церкви. Христианство не застраховано от этой крайности, тоже от крайности эмоционализма или от крайности чувственности. Когда люди ведут на служение, они ищут вот этого эмоционального всплеска, и для них определяется качество служения, воскресного служения, любого-то служения, наличием или отсутствием эмоционального всплеска. Я прочувствовал присутствие Бога. И я не говорю, братья и сестры, что это плохо, или что невозможно прочувствовать Бога. Я говорю о том, когда люди этого ищут, и это является главным фактором того, чего они ищут. И если это отсутствует, потому что Бог не всегда себя открывает, и не всегда его возможно прочувствовать, почитайте Библию, почитайте Псалмы, и вы увидите, как часто люди Божьи не чувствовали присутствие Бога, и тем не менее они знали, что Бог рядом, несмотря на отсутствие своих чувств. Но когда чувство становится главным фактором, то мы вподзнаем, значит, вподдаем крайности эмоционализма. Или в молитве. В молитве пережить какой-то вот определенный опыт, да, вот помолиться так, чтобы что-то вот внутри там так, грубо говоря, екнуло, да. Вот тогда я на самом деле помолился. У меня была такая крайность, и мне казалось, что я не помолился, пока у меня вот это вот внутри не произошло вот чего-то такого. И я понял, что молитва становится очень обескураживающей, потому что редко, когда это происходит. И в следующий день, и в третий день, и в четвертый уже не хочется молиться, потому что, знаешь, не будет этого чувства. Да какой смысл молиться? Это неправильно, это крайность. Это когда мы чувства ставим на первый план, когда чувственность или эмоционализм становятся главным фактором. Это крайность, это ошибочка. Это неправильная роль эмоций, неправильное действие эмоций в нашей жизни. У нас такая цитата была в книге написана, он писал, что в американской церкви произошел сдвиг от спасения к самореализации. От спасения к самореализации, где благая весть перестала быть о спасении человека и о славе Божьей, и стала больше о самореализации, да? Вот ты станешь тем, кем ты есть на самом деле, Бог тебя спас, потому что Он хочет, чтобы ты полностью себя самореализовал. Отчасти это правда, да, мы будем теми, кем мы должны быть только после спасения. Но Бог также и славу свою ищет. Он нас спасает не только ради нас самих, Он прежде всего спасает, чтобы быть прославлены в нас, неспособных, слабых, неночных засудов. Но когда мы ищем чувства, мы впадаем в крайность. Это одна крайность. Противоположная крайность чувственности – это отрешение. Это полное отсутствие чувств, это полное подавление чувств, это полная сдержанность по отношению к чувствам. Когда чувства – это как, знаете, как бездомная собака, которая забрела к вам в дом. Ее просто нужно гнать в шею и избавляться от них. Вот пришли какие-то чувства – подари их, избавься от них, выкинь их вон, игнорируй их. Чувства не имеют никакой роли. Это вот то, что просто на что нужно закрывать глаза и вообще никаким образом не обращать внимания. И, наверное, в нашем обществе, здесь, в американском, это не так сильно развито. Хотя это начинает приобретать тоже определенные такие обороты. Особенно в таких вот, как Mindful. У нас есть такое движение, где ты отрешаешься от себя, от эмоций уходишь вовнутрь и так далее. Это уже какой-то буддизм больше, наверное. Но есть вот такие вот движения в этом направлении. Но, мне кажется, больше всего даже, наверное, вот это вот отрешение или сдержанность, или, как Виталик вчера говорил, стоицизм, да, такой стойк подход, где нет чувства, очень часто, очень сильно был выражен, наверное, там, в России, в Советском Союзе. Там, наверное, вся эта философия коммунизма была как раз вот на этом построена. Так, что ты должен делать, тебе тяжело, тебе грустно, неважно, у тебя есть то, что тебе нужно делать. И те из нас, которые большую часть жизни там провели, или какой-то большой отрезок жизни там провели, возможно, больше придерживаются к этому штуку. Чувства. Зачем вообще о них говорить? Вот они есть, их нету. Чем их меньше, тем лучше. И опять же, таки, право и сестры, и это мышление проникает в Церковь, проникает в нас, в нашу среду. Мы тоже склонны практиковать эту крайность по отношению к чувствам. Например, если у тебя внутри бурит что-то, если тебя что-то очень сильно беспокоит, значит, у тебя не хватает веры. Вот если бы у тебя была вера, ты была бы вера, у тебя бы не было сомнения. У тебя страх, значит, у тебя нет веры. Ты долго в трауре, тебя что-то вложил, значит, у тебя нет надежды. То есть, понимаете, да, эти чувства, которые нужно избавляться, потому что если у тебя все правильно, оно будет духовно, значит, и чувству этих небов. Одна женщина рассказывает пример, она пережила, они с мужем пережили очень много потерь, они долго хотели, это пример из книги, они долго хотели детей иметь, у них не получалось, и вот в конечном итоге у нее получилось забеременеть, и у нее был выкидыш, уже на позднем этапе был выкидыш. Потом, каким-то чудом, она вновь забеременела, у них родилась девочка, и в два с половиной года она умерла от ликемии, от рака крови. После этого они решили адаптировать ребенка, и на 29-й день у биологических родителей есть 30 дней, чтобы как бы прервать этот процесс, на 29-й день биологическая мать остановила этот процесс и забрали ребенка в этой семье. И эта женщина говорит, что я потеряла детей вот всеми способами, которыми только можно потерять детей. Но ей сказали, доброжелатели, иди в церковь. Хороший, в принципе, совет, иди в церковь. И сказали, иди в церковь, чтобы там видели твою улыбку, что у тебя есть надежда в Господь. Потому что у тебя есть надежда в Господь, это что римлянам 8, 28, все, содействуй, только благу. Иди в церковь, и там прославляют, я не могу, у меня горе, я не могу идти в церковь, я не хочу идти в церковь, если от меня ждут там улыбки. Братья и сестры, как это называется? Мне кажется, это называется издевательство. Если у человека горе, если человек переживает, дайте ему пережить. Но вот эта вот крайность, где нужно отказаться от эмоций, даже ради чего-то, как нам кажется, хорошего, это крайность, где чувства становятся какой-то, вот их нужно отбросить, их нужно подавить, чтобы что-то сделать. Хочет ли от этого, от этого, хочет ли этого от нас Господь? Вместо того, чтобы подавлять неприятные чувства, только потому, что они неприятные. Мы должны расчищать в своем богословии место для печали, страха, гнева, чувства вины, стыда и тому подобное. Без них, без этих переживаний, без этих чувств, без них наша вера становится однобокой. Она становится похожей на машину с колесами только с одной стороны, которая скрипит и дребезжит, сбиваясь с колеи, проложенные для нас Словом Божьим. Когда мы начинаем подавлять чувства, мы становимся, что это однобокой машиной, где нет у нас появления чувств, и мы в результате теряем эмпатию, мы не можем уже сопереживать другим людям, люди не хотят находиться рядом с нами, потому что мы их бьем по голове, грубо говоря, Словом Божьим, ты должен, ты должен, ты откажись от чувств, тогда это крайность. Крайность чрезмерного переживания чувств, чувство это все, и крайность, где чувство это вообще ничто. А что Господь хочет от нас? И, кстати, хочу отметить, что, мне кажется, разница поколений здесь особо заметна, потому что в нашей церкви, конкретно, и вообще вот в эмигрантском обществе, потому что те, как я уже говорил, кто выехали из бывшего Советского Союза, и кто там большую часть жизни провел, больше склонны, в общей массе склонны придерживаться ко второму экстриму, где от чувств нужно отказываться. Те, которые родились здесь или с раннего возраста в Америке, находятся они больше склонны чувству, больше привержены к другой крайности, где чувствуют это вот. Все, просто будьте в курсе этого. И, может быть, я даже думал, кто-то сидит здесь и думает, зачем вообще на это тему делать, просто чувство нужно знать. Шей, это просто демонстрирует то, что вот наше отношение к чувству возможно придерживается одной из двух крайностей. Я, наверное, где-то посетить, не дай, в 14 лет, я приехал, вроде и туда хочется, и туда хочется, и там вроде, как понятно, здесь каждый из нас где-то находится. Есть всегда исключение из правил. Но просто помните, что общество, в котором вы воспитывались, влияет на каждый из нас. И, возможно, наше мышление, отношение к чувствам сформировано этим обществом, а не Словом Божиим. Просто об этом нужно знать, об этом нужно помнить, и с этим нужно бороться. Так к чему же призывает нас Лово Божие? Что же нам делать с нашими чувствами? Как нам поступать с ними? Вот как реагировать на них и как поступать? Мне кажется, что Слово Божие призывает нас, ну, как всегда, сбалансированным подходом. Нет крайности. Не крайности эмоционализма, не крайности отрешения, от чувств. Слово Божие призывает нас к подходу, который может называться как «вникать в чувства» или «разбираться в чувства». Или английское слово «engage». Очень хорошее слово, потому что оно как бы несет в себе смысл какой-то вот схватиться и держать чувства, пока ты не поймешь. «Engage» с чувствами. Смысл как привлекать, занимать, интересоваться, вступать в бой или зацепляться. Чувства нужно разбирать. Не копаться в них, конечно, чрезмерно, но разбирать нужно понимать. Это включает в себя четыре таких шага. Это просто, брать-сёстры, это совет, это не значит, что нужно четыре пункта соблюсти и все будет хорошо. Это просто такие как бы общие направления, которые могут помочь нам разобраться в себе, разобраться в своих чувствах. Как разбираться в чувствах? Первое, первое самое важное, это определить. Определить, какое чувство или какие чувства или какие эмоции каждый из нас сейчас переживает. Или хотя бы даже увидеть, что наши действия результат каких-то определенных эмоций. Потому что зачастую, что происходит, и с личного опыта говорю, что ты делаешь что-то, а потом ты уже, зачем я это делал, почему я так поступал, почему мне нужно было там сказать или поступить так в этот момент. Потом понимаешь, что определенные тобой двигали чувства, но в тот момент я даже этого не заметил. И чувство становится вот этим мотиватором, который подталкивает нас к действиям, и мы вроде как даже как будто и не способны не смотрели. То есть самое первое, это определить. Определить и увидеть, какое чувство или какую эмоцию мы переживаем. Насколько легко нам ответить на вопрос, почему я расстроился? Вот подумайте сейчас, последний раз, помните, когда вы расстроились, насколько легко вам ответить на этот вопрос, почему, почему я расстроился? Или, почему я так вспылил, почему я так отреагировал? Вот этот вопрос, почему, очень важен. Вы можете проследить цепочку действий, мыслей, реакций в себе, в своем собственном сердце? Ответ на эти вопросы требуют определенные меры самоанализа, способности заглянуть в свое сердце. И вот здесь вот как бы это не дается нам всем естественно. К сожалению, это не так вот просто, и порой мы этого не делаем, это требует время, это требует какого-то вот сфокусированного внимания, но это важно. Смотрите, как в Библии, в Писании мы находим примеры, когда люди Божии, или псалмопевцы, они называли свои чувства, они определяли, что происходит в их сердце. Псалом 101.5 «Сердце мое поражено и сохло, как трава». Псалмопевец видит, что его сердце поражено, он видит, что есть определенная рана или боль в его сердце, и он чувствует эту вот сухость, он определяет и называет ее. Или Псалом 68.4 «Я изнемог от Бога». Чувство изнеможения, чувство слабости, чувство бессилия. Псалмопевец понимает, что сейчас он переживает эту вот эмоцию беспомощности. Псалом 9.3 «Буду радоваться и торжествовать о тебе». Псалмопевец опять видит чувство радости в сердце, видит чувство торжества, которое он направляет в Господу. И другие примеры, примеры Гедеона, Марии и других персонажей Священного Писания, которые говорили «Я испытываю страх» или «Я испытываю сомнения». Они могли назвать эмоции, потому что у них была вот эта вот способность увидеть и определить, что они переживают. Вот это первое, что мы можем сделать. Это попытаться понять и определить, что мы переживаем. Второе – это изучить. Изучить, что мы переживаем. Мы можем определить эмоцию и понять, откуда она и что она нам говорит. Вот это уже связано больше с одной из функций эмоций, которая показывает нам на наши ценности или показывает нам на наши истинные приоритеты. Мы можем посмотреть и потянуть за это чувство, как за ниточку. И куда она приведет? Вот что на самом деле нас тревожит? Почему мы так реагируем? Понять себя чуть лучше, что является для нас ценностью? Что же мне говорит вот эта эмоция, которую я сейчас переживаю? К чему она меня призывает? К какому действию? Что мне хочется сделать в результате того, что я сейчас переживаю? Как эта эмоция влияет на мои отношения с Богом? Простые очень вопросы, да? Может быть, даже для большинства из нас то, что мы делаем естественно. Я не знаю. Все очень просто на самом деле. Но нужно понять. Понять и определить, изучить, что говорит то, что мы сейчас переживаем. В этом могут помочь нам такие вопросы, как почему я это чувствую? Почему, да? На что я именно так реагирую? Что именно меня цепляет и задевает? Почему меня это так задевает? Почему я реагирую на это не так, как обычно? Что поменялось? Что мне хочется делать в результате этих эмоций? Вот такие вопросы, которые мы сами себе честно можем задать и попытаться на них ответить, чтобы увидеть лучше свое сердце, содержимое своего сердца, ценности своего сердца, приоритеты своего собственного сердца. В книге есть хороший очень пример, чтобы продемонстрировать это на деле. на конкретном примере. Представьте себе такую ситуацию. Я думаю, довольно-таки такая банальная ситуация, которая большинству нам, может быть, будет знакома. Мужу нужно покосить, погасить, извиняюсь, покосить газон. Яр покосить. Он там это делает каждую субботу, может быть, да? Но жена хотела ему сделать приятное, она хотела ему как-то угодить, и она решила погасить, 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 погасить. Почему так вдруг словно? Сложно. Я сижу всегда в рядах и думаю, почему Тима так оговаривается? А кто здесь стоит, сам не могу словом говорить. Вот так, божественное. Покосить этот газон. Она решила ему сделать приятный и выкатила газонокосилку и сломала ее. Ну, я не знаю, там, заводила, может быть, как-то, ну, поломала, короче, газонокосилку. Он пришел, пришла суббота, ему нужно делать этот ярдворк, косить эту траву, а косилка не работает. Но он ничего не сказал, он промолчал. Но особо с ней тоже не говорит. Держит ее на расстоянии вытянутой руки. Вроде как, не было всплеска эмоций, не было какого-то взрыва, не было скандала, но что-то вот есть, какая-то стена появилась. Нет уже той близости, той открытости, которая была до этого. Есть определенные чувства у этого мужа внутри. Что он может сделать? Ну, прежде всего, он может определить, что что-то произошло, что сломанная газонокосилка это не просто так. Что все-таки что-то произошло. Была какая-то ответная реакция, было какое-то чувство, потому что теперь уже есть стена. Такое вот напряженное отношение, да? Второе, что он может сделать? Он может изучить, попробовать изучить и понять, почему. Почему эта реакция? Почему он так отреагировал? Почему этот так его заделал? И тут множество, может, причин. Зависит от человека, зависит от отношения, зависит от ситуации. Вот одна, например, причина, или что может муж узнать о себе. Ну, во-первых, он расстроен, что теперь его суббота будет зря потрачена. Он теперь должен чинить эту косинку, он должен тратить деньги, он должен куда-то ее везти, может, сам должен ее разбирать. Ну, не так он себе представлял субботу. Час-два трава подстрижена, а теперь он полдня будет копаться весь, делать ее. Вот ему вот этот факт ему не нравится, потому что он ценит, если дальше посмотреть, он ценит свою эффективность, он ценит свое время. Ему важно, чтобы его время было таким, как он его спланировал. И потому что были планы нарушены, ответная реакция на это, кто причиной стал? Жена, она сломала газонокосилку. Ответная реакция создать стены. Вот потянув за эту эмоцию, можно увидеть, что для такого мужа в данный момент его эффективность, использование его времени дороже, чем отношения с женой. На практике они дороже, потому что он ценит свое время больше, чем с ней отношения, потому что он поставил преграду, он недоволен ей. Более того, другие, извиняюсь, другие варианты, которые могут быть, почему он так отреагировал, может быть, для него это унизительно было. Что жена должна теперь косить травму. Что это, типа, может быть, с ее стороны намек на то, что он не справляется с домашней работой. Для него это унижение, задето его мужское самолюбие. Опять-таки, что-то говорит о его ценностях. Для него очень важно, чтобы его ценили, чтобы его хвалили, чтобы он был наверху, а он чувствует, что он не справляется с этим. И вот в ответ он чувствует, что его унизили. Его жена унизила тем, что она взялась за газонокосил. Другая реакция, может быть, он злится, потому что он должен был покосить травму недели раньше, но в суете, в заботе, в каких-то отмечениях не сделал этого, и теперь он видит, что жена вынуждена косить. Он чувствует, что он не справляется со своей работой. Это чувство вины, это чувство подавности. И опять, какая ценность? Он хочет во всем успевать, он хочет везде быть номер один, а тут не получилось. И ответная реакция. Могут быть, конечно, и другие чувства, необязательно они могут быть негативные. Он может сердиться, это негативное, но он также может, наоборот, испытывать страх. Испытывать страх, что жена теперь будет, как бы, ну, подавлена тем, что она сломала косилку. Вот ему будет тяжело, ему будет страшно, что для нее это будет очень, ну, такое печальное. Он вроде хорошего дела, хотел сделать. Да, пошла ему навстречу, а тут такое вот выражение, и он больше о ней переживает. Что это говорит о его чувствах, о его отношениях к жене? Совершенно другая картина вырисовывается, согласитесь? Хотя, может быть, тоже вот какие-то вот страхи, переживания, вроде как, не сильно приятные чувства. Может быть, он испытывает радость, потому что она хотела сделать приятнее. Не знаю, как часто такое происходит. Происходит, конечно, бывает. Но, вот видите, проанализировать или изучить эмоцию, и тогда ты начинаешь видеть, вот, что на самом деле ценно. Может, мое время суть не ценно. Уважение ко мне, чтобы меня все любили, там, меня хвалили. Главное, на этом этапе изучить, что говорят наши чувства, и к чему они нас призывают. Что выставляют, и не на первый план. Что для нас становится ценным, что для нас является ценным на самом деле. Третье, надо определить, изучить. Третье, это оценить. Оценить, если эта реакция правильная, если она грешная, если она эгоистичная, или она, наоборот, соответствует истине, соответствует Слову Божьему. Да, потому что, чувства могут быть одинаковые, но реакция может быть разная. Вспомните, что Павел говорит, в Каринской церкви, когда он говорит о печали, он описывает, как бы, два таких состояния, и оба состояния печали. Но одна печаль хорошая, а другая печаль плохая. Одна печаль мирская, а другая печаль ведет к Богу. Печаль от Бога, да? Помните, что вы опечалились, как это написано, ради Бога? Вы там, почему? Почему это хорошо? Потому что она ведет к покаянию. И вот это, вот, главное, это оценить, к чему ведет меня эта печаль. Вот эта печаль меня ведет к покаянию. Это хорошая печаль, это боговоязвенная печаль. Это печаль от Бога, это чувство от Бога, которое ведет меня к Богу, которое смиряет меня пред Богом, и сближает меня к Богу. Но бывает печаль мирская, которая, ну, да, как он печалится, вот что его поймали. Он печаль за ним вышел, он сожалеет, а потому что он поймал. Это не печаль от Бога, это абсолютно ужасная печаль, которая тебя, наоборот, еще дальше укореняет их действия. Опять же, цель этого шага, оценки, чтобы увидеть, к чему, то, к чему подталкивает наши чувства, они соответствуют истине или нет. Или, вот, можно так сказать, главная самая в оценке эмоций, это увидеть, понятнее, позволительно огорчаться тому, что огорчает Бога и радоваться тому, что радует его, да. Позволительно чувствовать то, что соответствует чувствам Бога и непозволительно то, что не чувствуется. Да, если человек радуется тому, что кому-то плохо, то, конечно, это непозволительно. Если взять вот опять пример про газонокосилку, например, муж может быть расстроен, потому что он чувствует на себе, на своей шкуре последствия грехопадения. Вот если бы не Адам, если бы не грехопадение, то не нужно было бы мне в поте лица косить эту траву, каждую неделю не ломались бы газоны косилки и так далее. Если бы на этом только останавливались его негативные чувства, то вроде бы как бы и неплохо, да, на самом деле. Он чувствует то, что мы все должны чувствовать, потому что мы чувствуем результат грехопадения. Но если при этом портится его отношение с женой, если при этом появляется вот эта вот стена, то уже сложно оправдать это. И навряд ли Господь радуется такому отношению. Навряд ли Господь говорит ему, ты правильно делаешь, что ты так чувствуешь. То есть главное это дать оценку, к чему идет это чувство и соответствует ли оно истине Божьей. И последнее, уже самое последнее, это действовать в зависимости от того, что мы определили насчет наших чувств. Определив, изучив и оценив, мы теперь уже только теперь можем действовать. И главная цель здесь, братья и сестры, это не поменять наши чувства. И главная цель эритрита не то, чтобы вдруг все научились контролировать своими чувствами. Главная цель это увидеть, что является для нас ценностью и бороться с этим. Главная цель всего этого это освящение. Чтобы не только наши действия, но и наши чувствования соответствовали тому, что является истиной, которая прописана для нас в Слове Божьем. То есть мы призваны, призваны возгревать хорошие чувства, которые сближают нас друг с другом и с Богом. Мы призваны подавлять или сопротивляться, или даже искоренять и умерщвлять чувства, которые ведут нас в противоположную сторону от Бога, которые создают конфликты, которые создают какие-то трудности в отношениях. Возвращаясь опять к примеру мужа с газонной косинкой, какие действия, вот определив, увидев, какие действия он может принять. Очень просто. Можно просить прощения. Просить прощения, что он ценит свое время больше, чем желание жены. И сказать, что нет, на самом деле, ты для меня цена. Отношение с тобой для меня важнее, чем одна газонная косинка, или моя свободная, или занятая суббота. Он может попросить у нее прощения за сумкость, и уверить ее, что все будет хорошо. Он может поблагодарить ее за желание, за ее доброе желание, что она хотела ему помочь. И самое главное, он может попросить у Бога прощения. Не только может, а должен попросить у Бога прощения, что он поддался на чувства и внес разлад в отношения со своей супругой. Смотрите, братья и сестры, чем лучше мы понимаем взаимосвязь между нашей ситуацией и между нашими эмоциями и нашими привязанностями, тем больше последовательности мы проявим, разбираясь в своих чувствах, и тем плодотворнее будут все наши усилия. Чем больше мы видим вот эту вот связь, реакция, ситуация, реакция, ответная реакция, ценности, тем эффективнее мы будем в борьбе со своей собственной греховной плотью. Вот как бы цель. Цель всего этого. Цель чувств и цель того, о чем мы говорим. Но над всем этим, вот четыре шага, да, определить, изучить, оценить, действовать, над всем этим и в течение всего этого самый важный шаг, его даже нельзя назвать шагом, потому что это как бы общая картина, общие действия, которые мы постоянно должны сделать, это прибегать к Богу. И делать все эти шаги с Божьим присутствием и с Божьей помощью. Потому что разобраться в эмоциях, не пытаясь разобраться в отношениях с Богом, и не делая это с Богом, это путь к катастрофе. Для того, чтобы нам даже определить, что мы что-то чувствуем, нам нужно откровение от Духа Святого. Чтобы нам изучить свои чувства, нужна мудрость, опять же таки от Духа Святого, которой нас самих очень мало на самом деле. Чтобы нам дать здоровую оценку своим чувствам, нам опять нужна мудрость и познание истины, которую дает Бог в лице Духа Святого. Чтобы нам действовать, нам опять же нужна сила, потому что Он, Господь, производит в нас и хотение, и действие по Своему благоволению. Ведь Он, наша единственная надежда, вообще на какие-нибудь верения нет. Только Он. Нет другой надежды. В конечном итоге Он производит в нас действие и хотение. Он открывает в наших глазах. Он дает нам способности понять. Он дает силу меняться. И мы ничего не можем поменять без Него. Поэтому разговор с Богом, общение с Богом, близость с Богом, то, о чем мы слышали сегодня, с утра, о чем Виталик вчера говорил, это должно наполнять каждый из этих шагов. На каждом шагу Господь открой мою глаза. Господь, помоги мне правильно понять. Господь, помоги мне увидеть. То есть, это вот такой вот процесс, который происходит вместе с Господом. Вместе в молитве Ему, в разговоре с Ним через молитву. И мы видим это в жизни нашего Господа Иисуса Христа. Пожалуй, для меня вот это является самым сильным, потому что это не просто вот такие, там, теории, или что, мы видим, как сам Иисус Христос в самые такие вот критические моменты, или самые тяжелые моменты Его служения здесь на земле, как Он действует определенным образом. Как Он поступает со своими эмоциями, со своими чувствами. Виталий вспоминал уже в прошлом семинаре, вчера вечером, о Кефсимане. Давайте еще раз вернемся и подумаем, что там происходило. Ведь то, что переживал Иисус Христос, это было очень сильные эмоции. Там много их было, и они были очень сильные. Они были настолько сильные, что Он говорит, что душа моя скорбит смертельно. До смерти мне скорбно, до смерти мне тяжело. Моей душе настолько больно сейчас и тяжело, что Он просто до смерти. И Он берет трех близких учеников, чтобы они побыли вместе с Ним, Петр и Иоанн Яков. Он берет их с собой, отходит и начинает молиться. Матфея 26, 37, 39. «Взяв с собой Петра и обоих славей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать». Вы слышите чувство, которое переживает Иисус Христос? Скорб и тоска. И как Он реагирует на них? Он впадает в одну крайность эмоциональности и говорит, потому что мне скорбно, потому что мне тоскливо, потому что мне неприятно вот эта чаша, которую мне сейчас придется испить. Я буду уверен своим чувствам и я отказываюсь от креста. Разве Он так делает? Разве Он впадает в эту крайность? Нет. Он не впадает в другую крайность. Он не говорит, во мне ничего не происходит, во мне нет чувств. Вы, ученики, должны видеть сильного спасителя, который вообще не подвержен никаким эмоциям. Вот такое, как это покерфейс называют. Все. Нет, Он говорит, «Друзья, душа моя скорбит смертельно. Мне очень тяжело. Побудьте со мной, помолитесь со мной». Он раскрывает свое сердце им, Он называет свои чувства, Он открывает свое сердце для них. Тогда говорит им Иисус, «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мной». И отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу». Но как ты. И в 42-м стихе опять он повторяет молитву. «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не мыть ее, да будет воля твоя». Иисус Христос называет свои чувства. Он определяет. Он знает. Он Бог в оботе. Он знает, что он чувствует. Он не прячет их. Он их не подавляет. Он их не скрывает. Он их открывает. Он открывает их своим друзьям, близким ученикам. Но он также открывает Господу. И что он делает в результате? Он идет на крест. Он говорит, «Впрочем, да будет воля твоя». Он, дав оценку своим чувствам, он поступает по желаниям Бога Нца. Он идет на крест. Несмотря на страх, несмотря на скорбь, несмотря на вот это вот даже, можно сказать, отвращение той греховной чаши, которую предстоит испить. Ему чистому, абсолютно бескрешному Богу. Он не подается на чувства. Но в то же самое время он их не подавляет. Чувствуете, какой сбалансированный подход? Еще один небольшой пример. Луки 10, 21, когда Иисус испытывает радость. Это как бы более такая положительная, что ли, эмоция. В тот час возрадовался духом Иисуса и сказал, «Славлю тебя, Отче Господи, небо и земли, что ты утаил сия мудрых и разумных и открыл младенцев». Он радуется тому, что люди познают Евангелие. Он радуется тому, что сердца обращаются к Богу. И не какие-то там, знаете, там, ученые сильные, или там, философы. Обычные люди. И вот его наполняет эта радость. И что он делает с этой радостью? Он опять ее приносит Богу в полиции. Он говорит, «Отче Господи, небо, благодарю тебя, что ты открыл истину простую. Благодарю тебя, я радуюсь и хвалю тебя за это». Он называет свои чувства и он несет их в Господу. И, братья и сестры, мы, может быть, во всем не разберемся. Чувства настолько запутанные и перепутанные, эмоции настолько вот этот вот клубок, что мы не распутываем его за ретрит и мы не распутываем его даже за всю свою жизнь внимательного изучения. Но что-то мы поймем лучше о себе, что-то мы увидим в своем сердце, и что-то по Божьей милости мы сможем исправить. Какие-то ценности мы сможем поставить правильно. Мы сможем их согласовать с истиной Слова Божия. Не самое главное разложить все по полочкам, я прошел четыре шага. Самое главное просто выискивать, почему, находить ответы и с ними постоянно с вопросами обращаться к Господу. И расти в этом. Не игнорировать и не предаваться. Расти. Расти. Итак, мы видим, что есть две крайности, чувствительность и полностью отрешение чувств. Слово нас призывает изучать себе чувства, вникать себе чувства, разбирать себе чувства, сбалансированный такой подход. При этом мы должны обращаться к Господу. Мы можем определять, мы можем изучать, мы можем давать оценку, мы можем действовать, но в процессе всего этого мы делаем это, обращаясь к Господу, ища у Него мудрости и силы действовать. И цель духовный рост. Опять же, цель духовный рост, цель освящения, цель приближаться к Господу и приближаться друг к другу, потому что это прославляет Его. Аминь. Аминь. Давайте мы с вами сейчас поможем. Аминь. Аминь.